День добрый, друзья мои, с вами Юлия, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хотела бы поговорить о теме, как гниение клубни из аммиакулькаса. Явление достаточно частое, и многие столкнулись с тем, что не знают, что делать, когда это действительно произошло. Скажу вам сразу так, я тоже с этим столкнулась. Я сделала ошибку, когда разделила клубни. Здесь образовались раны, несмотря на то, что я их обрабатывала, подсушивала. Но как только это растение было помещено с таким клубным в землю, начался процесс гниения. И это была моя ошибка. Мне пришлось быстренько доставать растение, пытаться его зачистить. Вот такая вот дыра, видите, свидон. Твердый, классный, хороший, крепкий уже здесь, начало все затягиваться. Но как только я посажу это растение обратно в пруд, скорее всего, что он снова начнет гнить. Поэтому я еще не знаю, как я попробую это реанимировать и что из этого выйдет. Пока еще не знаю, что мне делать. Когда уже такое вот произошло, мой вам совет. Если это сильные, большие поражения, то лучше всего вот в этом месте обрезать ветку растения, лист. И поставить его на переукоренение в воду вот таким вот образом. И заново начинать отращивать ему клубни. Потому что я уже убедилась в этом. Как только поврежденные клубни закапываются в грунт, при первом же боли запускается процесс гниения. Редкий случай, если это огромный клубень. Здесь вот у меня имеется вот такое вот поражение, которое я зачистила. Вот отсюда это было снято еще сверху. Зачищено сухо, есть возможность держать это более или менее в открытом состоянии. А остальная часть уйдет под землю. И то не факт. Я не знаю еще, как это будет выглядеть, как это будет все расти. И пойдет ли это вот в болезнь дальше. Сегодня я здесь промазывала это мунгицидом. Не разбавляла, просто кисточка промазала. Постоянно жмякаю вот этот вот клубень на наличие каких-то мертвых тканей, чтобы он был твердый. Вроде все хорошо, но вот такой вот клубень еще возможно будет расти. Вот такой я не уверена, что с ним что-то выйдет. Поэтому, если уже видите вот такие вот поражения, спасайте то, что есть. Это вот наземная часть, срезаем ее и ставим на укоренение. Вот с такой вот вещью я столкнулась. Это мой первый опыт реабилитации и восстановлением данного растения с такими клубнями. И это мой первый опыт в попытке спасти растение, которое находится вот в таком вот состоянии. Мы помним, что у замякулкоза практически все сегменты укореняются. Процесс этот не очень-то и быстрый. Если у вас есть возможность, пробуйте спасать хотя бы вот таким вот образом растение. Далее, конечно, остаются только сегменты листа. Если уже и ствол дальше пойдет гнить, но вроде тут все хорошо. То есть, какую-то часть я все же от вот этого вот, если что, смогу спасти. И это меня радует. Конечно же, первая помощь, когда вы видите, что у вас началось массовое пожелтение, усыхание стволов. И когда вы достаете растение, видите, что оно мягкое. Это, конечно, зачистка до живых тканей. Замазываем все фунгицидом, ставим на просушку и затем определяем, куда будем сажать. Но очень часто, еще раз повторюсь, если огромные поражения клубней, то с такими клубнями лучше всего распрощаться. За редким исключением, такие клубни трогаются и идут в рост. Чаще всего начинаются заново гнилостные процессы из-за того, что очень большой средств, очень большое ранее было поражение. И клубень дальше продолжает гнить. Что я буду делать с этим клубнем, еще не знаю. Во-первых, здесь вот эта вот макушка маленькая, для того, чтобы начать ее срезать, ее переукоренить. Еще вот так вот, в таком состоянии, я подержу все это несколько дней. Мне нужно убедиться, что здесь все прям намертво стало сухим, потому что был момент, когда это все еще было очень такое влажное. Попробую посмотреть, зарубцуется ли полностью эта ранка, а затем буду пробовать ставить, реанимировать, не знаю еще во что. В перлит, либо в минеральный грунт. Буду либо с открытой раны его оставлять, и здесь засыпать вот так однобоко. Еще пока не знаю, но сейчас этот кусочек, вот этот клубенечек нужно подсушить. Конечно же, хочется спасти все растение целиком, все его части, но иногда это сделать очень и очень сложно. Я делюсь с вами своими наблюдениями, своими ошибками, своими выводами, своими радостями, своими достижениями. Относите на этих растениях, чтобы вы тоже могли для себя сделать какие-то выводы и попробовать, если вы столкнетесь с чем-то подобным, чтобы вы знали, как можно найти выход из этой ситуации, или что ожидать от этой ситуации. Как будет в дальнейшем развиваться эта посадка, эта троица. Я обязательно вам все расскажу, покажу, получилось ли у меня восстановить этот клубенек или нет, пошел ли в рост этот клубенек, зарубцевалась ли ранка, как это будет развиваться. Я обязательно вам все расскажу. Если даже все сгниет или что-то пойдет не так, я тоже вам покажу, потому что вы должны знать и уметь, и понимать, что происходит, как происходит, и как на это нужно будет реагировать. Надеюсь, мое видео, друзья, оказалось полезным. Всем, мои хорошие, мира и добра. Пока-пока.